В нижнем городе трудовой доблести Тагилия уже на исходе белой ночи, а да что там ночи, в 5 утра по местному Гринвичу, когда простые люди зачастую уже устают пить и плясать и едут домой заслуженно отдыхать от отдыха, свое право на оттянуться в заведении, которое вам не бар, и прям так и называется, решил реализовать неприятный и неопрятный гражданин. С виду, как рассказывали потом охранники ночного клуба не бар, как только что из лесу вышел. Камуфляжная куртка, сланцы вместо штиблет, носков под штиблетами не было. Мало того, что он совсем не попал в местечковый дресс-код, который, например, очень приветствует дамское декольте во всю спину, так он еще и пьян был непотребно и благоухал, соответственно. Короче, дали ему от небарских ворот поворот, а он в амбицию. Сейчас, сейчас, говорит, доставая мобильные. Мемента море, я директор ритуального агентства, ужомы сейчас вас по бартеру. И спустя 15 минут на тротуар перед самым входом в клуб лихо влетает черный катафалк с грузоватым номером 200, чей водитель разворачивается на газоне, подъезжает к директору, отдает ему ключи и все стрелки от себя на него переводит. Через несколько минут аналогичным образом здесь паркуется вторая труповозка. Вход в клуб блокирован. Понятно не на 100%, но 100% ясно, что посетители неохотно пойдут в заведение, куда зачем-то примчались аж два катафалка. Небарное руководство уверено, что именно в этом и состоял план мести, недопущенного унутр директора. Органам он позже объяснил, что поступило сообщение о трупе в небаре. Вот он и среагировал на заказ. Убрать траурное авто от веселого заведения удалось только после настойчивых просьб прибывших инспекторов ГАИ. На водителей оформили протоколы за стоянку поперек ПДД на тротуаре, а начальство клуба планирует еще попытаться привлечь за что-нибудь и ритуального директора.